На выставочной территории Астана-Экспо проходит Национальный день Афганистана. Тема выставки актуальна для этой республики, население которой превышает 30 миллионов человек. Из них только 40% имеют доступ к электроэнергии. Но за последние 10 лет страна сделала большой шаг в развитии альтернативных источников. Азиза Макулбаева на прямой связи, она готова рассказать подробности. Примечательно, Эльвира, что таких показателей страна достигла всего лишь за 14 лет. Еще в 2002 году доступ к электроэнергии имели всего 6% афганцев. Сейчас эта цифра достигает 40%, как вы упоминали. А через 5 лет она может достигнуть 85%. Как за счет альтернативных источников энергии сегодня в павильоне Ислабской республики Афганистан эта страна показывает самые последние наработки в этой области. Самое интересное, что на сегодняшний день потребность 30 миллионов населения Афганистана в электрической энергии составляет 1627 мегаватт электрической энергии. Из них 615 мегаватт добывается за счет альтернативных источников энергии, таких как гидроэнергетика, тепло, дизельные генераторы и 8% приходится на энергию солнца. Оставшуюся 1000 мегаватт электроэнергии они закупают у стран-соседей. Но в ближайшее время ситуация может измениться другим образом, если в страну придут иностранные инвестиции, в которых Афганистан очень сильно нуждается. Так, по подсчетам экспертов этой страны, в Афганистане при раскладе, что вложится в экономику Афганистана 6 миллиардов долларов, то есть возможность вырабатывать до 220 тысяч мегаватт энергии солнца, 67 тысяч мегаватт энергии ветра, 23 тысяч мегаватт гидроэнергии и 4 тысячи мегаватт биомассы. То есть потенциал у этой страны в развитии альтернативных источников очень большой. Но говоря о разработках, этой страны не забыли в национальном павильоне организаторы рассказать и о культуре. Всем известная фотография, наверняка многие из вас ее выделили и на выставках, и в интернет-пространстве. Это Шарбат Гулу, афганская девочка, которая в 1984 году была вынуждена бежать из Афганистана в Пакистан со своей бабушкой и дедушкой. Тогда и была это уже, в Пакистане сделана эта фотография. Имя этой девушки было установлено уже спустя 15 лет. Кстати, Шарбат Гулу в переводе с афганского на русский означает «нектар цветка». Вот такая вот интересная история. Кроме того, афганские организаторы привезли с собой камень, лазурит, который добывается только в Афганистане. Из этого же камня в Кабуле, в столице Афганистана, сделана голубая мечеть, которая также представлена на этой экспозиции. Вечером она подсвечивается таким необычным голубым цветом. Но если говорить о схожестях Казахстана и Афганистана, то примечательно, несмотря на различность климатов, в Афганистане также обитают, кто бы вы думали, снежные барсы. Также на экспозиции представлены различные предметы, бытовые изделия, также сделанные из лазурит, это натуральный камень. Отдельного внимания заслуживает национальная одежда. Ей, как говорят организаторы, более 150 лет. Это национальное убранство, праздничное, которое одевали мужчины и, соответственно, женщины на непосредственную церемонию бракосочетания. Также большое внимание уделяется изделиям из серебра, так же, как и казахи, афганцы очень любят этот ценный и благородный металл. И вот в углу выставки вы можете увидеть ничто иное, и я попрошу оператора сейчас подойти поближе, как камчат. Тоже достаточно распространенные, получается, орудия в культуре афганского народа. Но, собственно говоря, лучше, конечно, прийти и все это увидеть самим. Эльвира, я и вас зову, и наших телезрителей посетить павильон Афганистана. Это, пожалуй, вся информация к этому часу. Благодарю, Азиза, за подробный и увлекательный рассказ. Обязательно схожу в этот павильон.